Домик. Потом, после собрания города Тараклия, по инициативе Совета регионов города Тараклия, сегодня в этом зале мы с вами собрались, сегодня в зале присутствует более 300 человек. Нам с вами необходимо утвердить регламент работы. Есть предложение выступающим дать в пределах до 10 минут выступления и работу собрать, закончить в течение часа. Кто за, против, кто за, я не в первом. Против, воздержавшихся, нет, единогласно. Уважаемые жители города Тараклия, мы предусловляем слово первому, первое слово предусловляем нашему председателю района, а нет, я извиняюсь, Филиппу Сергею Николаевичу, нашему примару. Уважаемые жители Тараклия, я в первую очередь хочу попросить у вас всех прощения. Мне очень неловко, если даже не сказать стыдно за сегодняшний момент, потому что я до конца был против проведения этого собрания, просил инициативную группу не делать этого. Но, тем не менее, огромное вам спасибо, что сегодня каждый оторвался от своих дел, от работы, от домашних дел и пришел сюда. Сегодня такой праздник святой, день святого Ивана. Я хочу в первую очередь поздравить всех Иванов, всех Ивановичей и всех, у кого в семье и среди друзей и близких есть Иван. Но, кратко, если говорить, с одной стороны, я говорю, что мне неловко и даже стыдно за проведение данного собрания, в смысле, что причиной стал я. Но, с другой стороны, всплывает такая проблема и такой отмечается момент, что в таком условии может оказаться каждый из нас, сегодня живущий в Тараклии. Кратко объясню суть проблемы. Знаете, я лично убежден, работая, один срок от работы заместителем примара и сейчас работая примаром, что искренне говорю вам, что не было в Тараклии примаров, который бы хотел, придя в эту должность, сделать что-то плохое для города Тараклии, навредить этому городу. И я думаю, что такими же и моментами руководствовался когда-то, будучи примарами Степан Васильевич Солов, когда он в 2001 году пригласил в Национальный институт проектирования, в Тараклии, для того, чтобы они запроектировали центр города Тараклии. И именно тогда был сделан Национальный генеральный план центра города Тараклии, для того, чтобы со временем им руководствоваться, чтобы этот город как бы стал лучше и красивее. И вот то, что сегодня мы там стараемся делать, хоть мало, но хоть что-то делаем, это сделано благодаря тому генеральному плану, который тогда был разработан. И уже в бытность Георгии Павловича Бурлакова этот план в 2003 году был утвержден на заседании городского совета. И мы по этому плану, этим планом руководствовались. Но всегда, и у каждого в семье, мы знаем, что мы хотим сделать свой дом лучше, краше, но всегда смотрим на свои финансовые способности. Не получалось по каким-либо причинам с 2003 года начать его реализацию. То финансы не позволяли, то какие-то другие объективные, субъективные причины. И вот, начиная, вы знаете, с 2011 года, 2012 года, мы все готовились, праздновали двухсотлетие города Тараклия. И я считаю, и был разработан ряд мероприятий, в том числе и инфраструктурные. Вот мы там площадь частично благоустроили, цельно построили. Парк, наконец-то, впервые за все время существования, стал местом, куда можно пойти и с гостями, и самому, и с детьми. Центр начало строительство сразу нескольких объектов, двух больших маркетов. Мы все это делали одной командой, с районным советом, городским советом, как бы испытывая какие-то обязательства для того, чтобы город своему 203 хоть что-то в своем облике поменял. Я думаю, что кое-что у нас получилось, и получилось позитивно, и мы и дальше будем продолжать это делать. И пришлось всегда сталкиваться с теми моментами, что всегда, и я считаю, что это правильно, нужно делать определенные согласования с теми или иными службами, когда проводишь свою работу. Потому что то там электрические сети, то канализационные, то еще что-то. Старались и всегда придерживались этих правил, насколько там могли. И прошло 200-летие, думаю, что прошло оно неплохо, мы выглядели не хуже других районных центров. И дальше эта работа опять продолжалась. Как и будет продолжаться, я хочу вас заверить и впредь. И вот стал вопрос, мы построили тогда уже, август-сентябрь, начали делать тротуары по центру города. И стал вопрос уже дальше продолжения этого благоустройства. И руководствуясь вот тем генеральным планом, который я говорил выше, что был разработан в 2003 году, принят, мы решили начать благоустройство в этом сфере напротив Примарии. Мы это знали немного о благородии. Там был когда-то колхоз, Ротина, правление колхоза, сделали все возможное, чтобы сделать красивый зак, чтобы сделать хороший паспорт-листол, МРЭО, саму Примарию преобразили, внешний вид здания. Потому что люди и крестятся, и женятся, и получают свидетельство о смерти в этом государственном учреждении, которое должно выглядеть, я думаю, достойно. Потому что это здание не принадлежит одному человеку, а принадлежит город Тараклии. И нам как бы не к лицу, когда оно, в каком оно виде находилось. Когда мы сделали его внешнюю рекорструкцию, уже стал вопрос навести порядок и нормальный, в нормальный, надлежащий вид, прилегающий к скверху. Все это делается в рамках закона после определенных согласований. Еще в сентябре была создана комиссия специалистов Примарии. Примарии обошли, посмотрели, пересчитали. Действительно, туи сажали наши с вами родители, люди сидящие. У меня тести еще принимали участие 45 лет назад, когда их сажали. Но время неумолимое. Как и мы стареем, так и стареют. И деревья, и все в этом мире. И думали, подрезать, не подрезать. Были достаточно серьезные специалисты, которые в этом разбирались. Они полусухие. Были перевернуты в разные стороны. Там до сегодняшнего дня они в другом месте совы жили. Никто по этим тропинкам не ходил. Они были покаежные. Единственное было заключение, чтобы не пересадить, не подрезать их. Это не фруктовые деревья, чтобы крому создать. Это туи. Что нужно все-таки рассмотреть вопрос о том, чтобы их спилить и дальше буду строить. Это было заключение одной комиссии. Собрали комиссию с районными специалистами. Вот если есть в зале главный землеустроитель района Дмитрий Иванович Лунтов, человек, проработавший более 40 лет на этой должности. То же самое. Просмотрели, пришли к такому же заключению, что нужно, не получается их никак там спасать, облагораживать. Нужно их уже убирать. Для этого нужно заключение лицензированного предприятия, которое имеет право на это. Пригласили специалистов государственного предприятия «Сильвасуд». Это Лесхоз, Лесничья, Сильвасуд, Кахул. Приехали, сделали профессиональное заключение, что они подвержены заболеванию, которые ведут к их гибели. Сами являются развозчиками инфекции. Не подлежат ни лечению, ни восстановлению. И они такое же заключение дали, что единственное данное на данной ситуации – это спилы деревьев и замена на долгие породы. Либо уже работа по вдоволь страсти. Присутствовал в этот момент, это было 1 ноября. Мы должны были открывать, и многие из вас были торжественно, открывать первый, второй, нормальный супермаркет, который сегодня есть в Линелло. И мы к этому дню хотели бы показать свою часть территории, которую мы тоже облагородили. Я начал, что мы начали с сентября 2020. Все эти документы, которые я назвал «Согласование, все бумаги» мы представили на решение, на заседание городского совета. Присутствовали практически все советники, за исключением одного, болтового Андрея Александровича. Не пришел. И все советники сегодня, они их взяли, проголосовали единогласно, что это нужно сделать, чтобы мы должны благоустроить, облагородить территорию. Совет принял решение. Последняя термиссия состоялась 28 октября. Обычно люди ходят, все это где-то от руки записывается. И когда Андрей Александрович говорит, хорошо, я в пятницу в Кишиневе, приеду в понедельник, посмотрю, как мы составили этот акт, и я не пишу. В субботу, выходной день, когда нам люди не ходят, был произведен сбил этих деревьев. Я еще раз говорю, по решению совета всего остального. Меня ясник, человек, который на работе, спрашивает, что делать. Я говорю, есть решение совета, его надо выполнять. И тишина. Все мы сделали, все хорошо. Проходит, и вы знаете, горячий политический декабрь и январь 2013 года. И когда в Гагаузии было объявлено о том, что народ сам должен определять, куда он должен идти, а не какая-то власть. И Гагаузия приняла решение о том, что она должна провести референдум по определению вектора развития. И вы знаете, и я тогда, будучи первым секретарем, обратился к тераклицам. Многие из вас здесь были, в переполненном зале. Поддержать автономию в этом плане и провести единовременно собрание во всех населенных пунктах терапии с целью поддержки проведения данного референдума в Гагаузии. И самим высказать свое мнение по этому вопросу. И с этого все и началось. Я узнаю о том, что еще в ноябре в полицию был направлен материал о привлечении меня к уголовной ответственности за спил этих деревьев. Полиция дала отказной материал. Обратились в прокуратуру района терапии. Прокуратура дала отказной материал. Оказывается, Андрей Александрович обратился в центр, в национальный центр антикоррупции, который находится в городе Кагуле. Национальный центр антикоррупции 26 января, 2 февраля до референдума, 26 января, рассмотрев представленные материалы, отказал от возбуждения уголовного дела и коммунистской инспекции в связи с отсутствием состава преступления. Дело закрыли, направили в архив. И после этого же референдума пошли непонятные события. И уже где-то 26 февраля меня вызывает национальную...